Привет! Это канал Микс Спай, меня зовут Федя Бегемот и сегодняшнее видео о группе, которую вы все очень хорошо знаете в России. Бригадный Патриат! Коля Михайлов, первый вокалист группы, играл на гитаре. Его гитара называлась соло-гитара, тогда вообще тот, кто играл в сольные партии и умел лучше играть, назывался соло-гитаристом. Сантьюр тоже пел, тоже сочинял песни и играл на ритме гитаре, как это раньше называлось. В составе еще был Дима Бабич на бас-гитаре. И вот когда они ко мне втроем пришли, они у меня же прямо на студии познакомились с Саидом, Игорем Сайкиным, который вступил в группу как барабанщик. Мы разбирали все на месте, вместе с Саидом тут же учили партию. В общем, все эти аранжировки придумал им я, чтобы это просто интересно звучало. Вот эта пауза на бас-гитаре, это я им предложил. Бабич был очень горд, что у него появилась сольная партия. Это было очень интересно для них. Почти в каждой песне я с ними что-нибудь сыграл вместе или пел. В «Трезвости», например, верхний голос, вот это, Коля поет «Трезвость», я пою «Трезвость». Я знаю, что бригадный подряд слушали народное ополчение, и «Трезвость, норма жизни» был явно написан под влиянием песни «Серая шинель». Это была довольно грубая песня про милиционеров. Бригадный подряд были одной из первых поп-панк-групп в России, в Советском Союзе. Почему поп? Потому что, во-первых, они пели без каких-либо грубостей, без каких-либо конкретностей. Кошечка песни Сантера, Сантер ее поет. Я сразу хочу рассказать про вот эти барабаны, которые вы сейчас слышите. Это были два тома, которые я сделал из очень тонких обручей, отпиленных от малого барабана. Да, пластики были настроены очень низко, поэтому они звучат так. После того, как мы записали новогодие, я разобрал все свои барабаны. У меня была очень маленькая комнатка. Я решил сделать их меньше. Я сейчас вам это покажу. Я отпилил у большого барабана весь его цилиндр, оставил вот где-то 20 сантиметров. Изогнул из найденного на помойке прута конструкцию, на которой прикрепил его. Я просверлил цилиндр, вставил в него стойки для тарелок. Вот этот Сантер заслуживает отдельного разговора. В этом треке на двух томах играл я. И вместе с Колей мы кричали «Мяу! Мяу! Мяу!» Вот это тот самый барабан, о котором я вам говорил. От котла барабана «Тактон» я пилил 4 сантиметра металлическими обручами и болтами. Я стянул два пластика с двух сторон. И поэтому настраивать его было довольно сложно. Ты тянешь болты и тянутся одновременно на оба пластика. Я настраивал его очень низко, чтобы он звучал, как будто бы это был барабан уже с ревербератором. Еще одна песня Сантера. Им в самом деле было по 17 лет, когда они это все придумали. В 86-м году им было, наверное, 18-19. Мне было 21, они были младшими немножко. Нас познакомил Антон Сойя, который учился с моей сестрой в одном классе. Они были как раз на два года у меня младше. И, возможно, Сантер с Колей были одного возраста, а с Антоном. Антон вместе с Сантером в 84-м году, они еще учились в школе тогда, приходил ко мне в составе группы «Голомор канал». Они что-то шумели, играли, там какие-то песни были у них смешные такие. Я помню, что я их записал тогда. Запись эта навсегда куда-то пропала у меня, она тоже не сохранилась. После этого я сделал два трека вместе с Антоном Сойя на его тексты. Это была уже моя музыка, но тексты были как раз из этой группы «Голомор канал». Запил Колин. Просто высший класс. А в 1986 году Сантер мне позвонил сам и сказал, что у меня есть новый проект. Названия еще никакого не было. Он показал мне свои записи. Это была такая небольшая пленка, на которой они на акустиках записали все вот эти песни. Самое главное то, что у них не было барабанщика. А у меня как раз был Саид. Саид очень просто играл. Он буквально на глазах у нас учился. У них просто были песни, которые состояли из куплетов и трепевов, сыгранных на акустике. И я решил, что надо все разнообразить, надо все сделать интересно. Мы прямо на месте с Саидом разбирали это все, потому что Саид вообще эти песни не слышал никогда до этого. Коля написал песню по себе. А он в самом деле был высоченный парень такой вообще. Когда он вошел, он просто своим баритоном затопил всю комнату, залил. Они встали такие двое передо мной. Сантер высокий и тощий. И этот такой здоровятый. Я такой, ребята, чего вы хотите? Как ни парадоксально, они меня слушали. Потому что я для них авторитет был. У меня была уже куча записей сделанных с народным ополчением. И вообще у меня была эта легендарная студия, Big E-Motion Records и все такое. При этом Коля всегда вел себя как такой настоящий кобель. Он постоянно пытался доминировать. Он постоянно пытался что-то как-то всех прессовать вокруг себя. Вообще очень забавный был персонаж. С ним было очень сложно на самом деле. Я понимаю, как ребятам было тяжело с ним. Возможно. Вот здесь гитара в начале этой песни. Она такая тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вы должны уже были заметить этот немного двоящийся звук. Изначально мы записывали на Колин стереомагнитофон Маяк. Ну, обычная такая комнатная запись. Там не было ничего подобного. После этого просто взял все исходники и попробовал поиграть вот с этим эффектом, пока у меня еще оставался магнитофон Колин. Я взял два своих магнитофона монофонических. И на одном из этих магнитофонов я снял воспроизводящую головку и поставил ее рядом с записывающей на своем магнитофон. Прямо вот рядом-рядом. Вот расстояние между валиками и стойками. Оно позволяло мне немножко двигать эту головку. И таким образом менялась длительность дилея, который возникал. То есть, как получалось, на записывающую головку приходил сигнал записи. Она записывала, пленка продвигала в сторону воспроизводящей головки. И сигнал шел на магнитофон, который слышал этот звук, проигрывал его и снова посылал на записывающую головку. На записывающей головке с каким-то небольшим опозданием писался звук как бы этого эффекта, дилей. Для того, чтобы он не был слишком четким, я иногда эту головку двигал, наклонял. Получался такой эффект флэнджера. Это слышно вот в последних двух песнях. Это было очень хорошо слышно. Сантер играет ритм-гитару, Кули играет. Я играю вот эти барабаны вот, ну и подпеваю в припевах верхним голосом. У них такие забавные тексты, мне сразу они понравились. Было видно, что они написаны парнями, которые хорошо учились, много читали. И так же, как мне, возможно, нравился Маяковский. Мне нравилось, как они складывали свои ритмы. Нигугу, нигугу. Вполне себе дадаистский текст такой. Ну вот, например, трек, в котором я играю на барабанах. Играю на барабанах и подпеваю. Сантер, рикон, гитара. Это Коля на гитаре. Очень комсомольская песня. Это был 86-й год, надо понимать. Это был переломный год, потому что пришел Горбачев, началась перестройка. Была уже заявлена перестройка. И мы все втроем поем. И все как-то так слегка приподоткрылось. Стало можно быть панком. Стало нормально. Иногда вот так слегка вот как-то ерничать на какие-то темы. В общем, бригадный подряд были, конечно, поп-панк-группы в чистом виде. То есть они не были никакими радикалами. Они не призывали к протестам. Они просто как бы слегка подстебывались на какие-то такие темы, на которые, в общем, можно было уже подстебываться. Кого-то клеймили, кого-то постоянно искали каких-то тунеядцев, бездельников. Народ-то был бедный. С работы тащили, естественно, все. Тащи с работы каждый гость. И здесь хозяин, а не гость. Это нормальное дело. Это была типичная пролетарская поп-панк-группа. И даже немножко с таким комсомольским флером. Хотя на самом деле у объекта насмешек комсомольского флера было гораздо больше. Ну вот, теперь самое интересное. Мы все слушали тогда Exploited. И у Exploited был офигенный альбом совершенно. Второй альбом назвался Troops of Tomorrow. Он вышел в 1982 году. И там была такая песня. И, естественно, она всем дико нравилась. И на этой пленке, которую мне дали ребята, у них была песня, написанная на этих аккордах. Они такие, ну, Федь, ну, нам так нравится. Но если ты хочешь, переделай все, что хочешь. Ну, просто у нас никаких идей не было больше. Они взяли эту музыку Exploited, Exploited. Взяли эту песню Vibrators. Причем сами Vibrators, они вообще взяли этот риф из песни I Wanna Be Your Duck и Gipop из Pudges. Это песня 1969 года. То есть это огромная длинная история трех аккордов, которые вдохновляли всех. Я оставил ля, оставил до, оставил си. И приду албас. И тут Бабич сказал, нет, я не могу это сыграть. Я пытался, я попробовал, но у меня не получается, мне никак это не запомнить. Я буду забиваться. Федя сыграй. Это ты. Ну, и мне пришлось играть на этой песне Играю на басу я. Сантера на этой записи не было. Не помню, что было. Он, может быть, ходил учиться или ходил в военкомат. Его в этом году должны были забрать в армию. Его забрали в армию после записи этого альбома. И мы играли ее втроем. Саид на барабанах. Коля пел и играл на гитаре, и играл на басу. А Бабич просто стоял и смотрел на все. Когда я сделал ремастеринг, и мы издали этот альбом на CD, Сантер позвонил мне и сказал, что, во-первых, этот альбом весь шедевр. Но вот эта песня, это просто нечто из ряда вон. И он такой говорит, я прям вижу, как я стою на сцене, играю этот риф. Я хочу ее сделать со своей группой. Тогда еще там конвиссер пел. И говорит, ты сделал такой там припев. Вот если бы его не было, это все был бы тот же самый «Trups of Tomorrow». Ты сделал эти всего три аккорда, и они так быстро меняются. И этот припев не повторяется. Как это круто. И все такое. Сантер, ты чувак. Эту песню надо играть. Мы ее играли на самом первом концерте отдела СМС-хоренения. Это было реально круто. Когда ты ее играешь, просто шпили. Очень гейская песня. Ты удастся. И все такое. Я хочу! Я хочу! Я хочу! Я хочу! Я хочу! Это было четыре релиза на таких маленьких пленках, как одна сторона и вторая сторона. Надо было перевернуть ее, чтобы услышать вторую сторону этого альбома. Мы рассчитали так длину этих песен, чтобы стороны были одинаковые по длине. И вот ты переворачиваешь пленку, и первое, что ты слышишь, это маслы. Опять песня про Колю, про то, какой он крутой, большой, мощный вообще. Начинается она с этих барабанов, на которых я стоял и отдельно играл. Потому что вообще Саид сказал, что он, как начинающий барабанщик, для него достаточно, чтобы у него была бочка, снэр, хай-хэт и две тарелки там было у него. Все. Он сказал, уберите тома от меня, они мне мешают, я не хочу на них отвлекаться. Пусть вот ты хочешь на них играть, играй, говорит. И я на них и играл. Бабич в этой песне играет слэпом. Это было очень модно и стильно в те времена. Бабич и хитрился это сделать четко совершенно. Вдруг распустил таракан крылья. Я говорю, Коля, что это вообще такое? Он говорит, ты не представляешь, я как-то поймал тараканов в коридоре. А он взял, открыл свой панцирь, достал крылья и улетел от меня. У Коли были крутые тараканы. Шедевральная песня. Мы с Колей спели на два голоса. И, в общем, мне нравится, как она звучит. Очень хорошая песня. Очень попсилая. Это была первая стереозапись, сделанная на моей студии. Потому что до сих пор мы писались на этот магнитофон, который вы сейчас видите. Он был монофонический. Коля принес свой стереомаяк, и мы писались на его магнитофон. У меня был пульт шестиканальный солист, который дал Андрей Панов. Все равно коммутация была достаточно сложная. Всего шесть каналов. Скорее всего, это было так. Гитара. Гитара. Два канала в пульте. Еще один канал – это бас. Еще один канал – это бочка. Потому что на этом пульте можно было накрутить низа, и бочка становилась более-менее такая низастая. Остается еще один канал, в который приходил, скорее всего, снэр. И еще один канал, в котором, скорее всего, были вместе сведены уже голоса. Маленьким миксером, соединенный в один канал. Сложно, правда, да? Всего-то шесть каналов, и так сложно. Вот это те самые микрофоны, на которые мы записывались. Ребята их сами приносили. Какие-то я в магазине покупал. Самый популярный был вот этот вот, буквы «Г» изогнутые, октава. Чтобы изменить их направленность, чтобы они записывали меньше отражений в комнате, я заматывал их на стол. Я рослый, не то слово, я рослый, не то слово, я рослый, не то слово. Зачем я полюбила идиота? Говорила мне, мама, не ходи за ворота. Непослушная я и люблю обормота. Ну зачем я, зачем полюбила его? Зачем я полюбила идиота? Зачем я, зачем я полюбила идиота? Ну короче, вот так она звучала изначально. То есть это была обычная такая секвенция. Ре, си минор, соль мажор, доминанта ля. То есть машина времени вообще. Вот давайте сделаем по-другому. Песня хитовая, надо делать хит. Мы переделали ее так. Все то же самое, только в миноре. И дальше. Зачем я, зачем полюбила его. И мы возвращаемся в мажор. Да, в этой записи не участвовал Сантер, его нету здесь. Мы с Колей вместе играли на гитарах и пели. И там была еще средняя часть такая специальная, чтобы какой-то, с заводочки была такая. Это было соло на гитаре, которую я сделал, разобрав бас-орфей, чешский бас-орфей у меня был. Я снял с него гриф, поставил гитарный гриф, переделал вообще его весь. Была прикольная такая гитара, полудека, выглядела как джазовая гитара. Ну, здесь скрипка вообще, просто скрипка. Я хотел, чтобы звук тянулся. У нас не было никакого ревербератора вообще. У нас был плоский звук и только какая-то мизерная реверберация в комнате, которая была размером 11 квадратных метров. Просто белые стены. Естественно, отражение кругом все будет, извините. Вообще, вот все, что мы слышим, весь вот саунд как бы объемный саунд. Эта перезапись, это вот звук этой комнаты 11-метровой с голыми бетонными стенами. Поэтому для соло мне хотелось, чтобы звук как-то тянулся, и я играл на открытых струнах. В этой песне мы только разложили сколь их голоса. Я пел верхний голос, он пел нижний. И все. Еще одна песня, которую мы записали втроем. У них просто были песни, которые составили из куплетов и припевов, сыгранных на акустике и на той пленке, которую они мне принесли. И я решил, что надо все разнообразить, надо все сделать интересно. В этой песне все, что я предложил ребятам здесь изменить, это было соло. Ля минор. Ля минор. Фа. До. Соль. Коля сказал, что это очень круто, но я выучу, как это надо сыграть. И он так заморочился и достаточно быстро все выучил. Ну и в конце он на эти же аккорды минорные поет. Молодец. Классная песня, кстати. Вообще очень красивая. Такая у костра. Поля у костра. Я его находил в комсомольские походы и ездил с комсомольским отрядом убирать картошку. Было чем заняться там. Кстати, хорошая тема. Я вспомнил. В моде полета я играл на барабанах. Мы действительно записали ее втроем. Я играл на барабанах. Бабич играл на басу. И Коля играл на гитаре. И пел. Такая интимная атмосфера у нас получилась. Тебя здесь обласкают и накормят. Почти без плотно и без суеты. Сантер. Сантер. Сантер во всей своей красоте. Вот этот риф, который играется на гитаре, его придумал Коля. Очевидно, что Коля его придумал. Потому что Сантер играл на гитаре очень просто. Он такой не играл. Поэтому Коля сказал, что окей, я сейчас буду этот риф играть. Не просите меня петь, я подпевать не смогу. Это очень сложно. Он играл этот риф. Бабич отдал бас мне. Сказал так. Это фанк. Ты его играй как хочешь. Вот у тебя есть там какой-то рисунок. Я это учить отказываюсь. Пожалуйста. Как и в какой момент они стали называться бригадный подряд, я не помню. Но, как мне кажется, однажды они пришли на сессию и сказали, что у них есть название. Бригадный подряд было словосочетание, которое мелькало повсюду. На радио, в газетах, повсюду. И когда дело подошло к тому, чтобы издавать эти пленки, я занялся оформлением этой обложки, придумал им логотип, придумал им шрифт, похожий на шрифт газеты «Правда». Был отдельный день выделен для того, чтобы сделать эту фотографию. Саид пришел в этом оранжевом строительном жилете. Они были очень нарядные. Мы выстроились на лестнице. И я отдал свой фотоаппарат их приятелю Дрозду, чтобы он сфотографировал их, потому что я и так занимался в этом альбоме всем. И мне хотелось, чтобы хоть кто-то сделал хоть что-нибудь еще для этого альбома, кроме меня. Так появилась эта фотография. Колина гитара. Сантер. Вот такая песня про радиостанции, на которых мы слушали и узнавали музыку. Насколько это все было странно, когда, как Гробко рассказывал, он служил на вышке, радиовышке, которая глушила все эти радиостанции, чтобы мы не могли слушать этот BBC, мы не могли слушать ничего. Они были в советской армии, он там служил. И когда наступало время музыкальных передач, они устроивали какую-то профилактику, чтобы можно было послушать их, потому что сами они любили эту музыку, сами они хотели послушать эти программы. Они слушали «Голос Америки» и раз в неделю по пятницам слушали Севу Новгородцеву на BBC, который крутил музыку. Вот, хитрые молодые советские ребята пристраивались как-то к тому, чтобы как-то все-таки узнать что-то новое в музыке. Верить не хочу. Это не только комсомол, я не понимаю. Это очень двуличное все, ребята, очень двуличное. Это как с теми «Режь в Сербии молот». Если хочешь веселиться со спиртным, ты не балуй. Может всякое случится, вдруг тебя отрежут нос. Вот мы были центровые панки, и я бы спел «Вдруг тебя отрежут хуй». Почему? Потому что хуй было петь нельзя. А купчинские панки решили как-то не нарываться. Ну, последний трек шел так. Я люблю на поезде кататься, на полке валяться, и всем улыбаться. Я люблю. Какая-то песня студенческая, не знаю, школьная песня. Ребята написали просто постебаться, не заморачиваясь над аккордами вообще. Я решил, что лучше они сыграют в «Лодзеппалин». А потом попросил Саида сыграть всё время в сильную долю в «Снэр». Саид такой, «О, это тот самый рисунок, который я всегда хотел сыграть. Я его слышал, только я не знал, как это делать. Покажи, покажи». Я ему показал. Он такой, «Так, все ушли из комнаты. Дайте мне порепетировать». Сел где-то минут 10, он там просто непрерывно играл. Потом он открывает дверь и говорит, «Так, всё, я готов, заходите. Только дайте я вступлю и не останавливайте меня. Я буду просто играть до конца, и всё». Мы играли её втроём. Я играл на басу, и Коля играл на гитаре. И когда у неё текст закончился, он просто начал это психоделическое соло. И на этом закончился не только альбом, но и вся ранняя панковская эпоха студии Big Emotion Records закончилась. Потому что в 1986 году стало всевозможным. В рок-клуб стали вступать народное ополчение. В рок-клуб пригласили Андрея Панова. Он, правда, сперва отказался, но потом всё равно вступил. Я ходил на его прослушивание примерно в этом же году. Он прослушивался в рок-клуб. Бригадный подряд походили, побухали где-то год. Ну, Сантьер ушёл в армию, там, в общем, не с кем им было играть в этот момент. Саид учился играть на барабанах тоже. Поиграл с какими-то ребятами, со своими. И, в общем, он поднатаскался. И где-то через год они тоже вступили в рок-клуб. И я понял, что я больше не вижу перспектив заниматься на этой студии. У меня было уже двое детей, они жили в этой комнате. И заниматься музыкой там было очень сложно. На этом закончилась история всей этой студии. Квартира до сих пор существует. Там живёт моя мама, моя сестра и её две дочки. И моя сестра живёт как раз в этой комнате. Она, кстати, участвовала в группе «Народное ополчение» и играла на фартукеана. Пока, ребята, до новых встреч в эфире. Если вам нравится канал МиксПа, не забывайте подписываться на него. Не забывайте ставить лайки, не забывайте шерить эти видео. Бригадный подряд знают все. И сейчас все, кто смотрит нас, все, кто узнает что-то новое про эту старую группу, пожалуйста, расширьте эти видео всем, кого вы любите. Всем пока! 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 Эта пиромка уехала в Москву на лейбл «Рюкзак Рэкерс», который ограниченным тиражом будет издавать её на таких же побинах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова